Прежде чем начнете смотреть это видео, хочу сказать, что оно состоит как бы не из двух частей. В общем, обзор вот на этот дав я начал еще делать на прошлой неделе. Не смог его дозавершить, потому что позвонили, ну, в общем, увидите. Потом в течение недели была плохая погода. Четверг. Да, сегодня четверг, сегодня дождь. Погода трень. И в пятницу. Вот такая вот погода, пятница 13-го. Ну и времени тоже не было, поэтому я не смог ничего доснимать. Сегодня 17-е мая, сегодня вторник. Вчера у нас был выходной. Как по-русски сказать, троица. Ну, в общем, давайте сегодня продолжим. Вы не удивляйтесь, если, допустим, кадры будут... Как пообъяснить? Вы не удивляйтесь, если, допустим, будет в одном видео, будут видео перемешиваться. В общем, я посмотрю, что я снял на прошлой неделе, и сегодня я тоже начну заново, а потом то, что будет лучше, я буду комбинировать. То есть не удивляйтесь, допустим, увидеть одну часть с прошлой недели, а потом где-то вставленное с сегодняшнего дня. Вот что я буду смотреть, где я буду лучше объяснять, то ту часть я буду вставлять. О, нагородил опять. Вот так. Ну, как-то вот так. Всем привет! С вами Серж. Сегодня будем делать обзор вот на этот вот дав. Я стою на этом парк-плате, на котором мы делали обзор на Рено. Маленько запыхался, немножко почистил, стекло чуть-чуть помыл, потому что очень грязное. Машкара опять. В общем, не будем долго тянуть. Давайте начнем прямо сейчас. Так, парень заехал на парк-плат. Что-то делает непонятно. Так, ветер опять поднимается. Ладно. Ну, вот такая вот машина. Вот. Это баки у нас. Они обшиты специально вот такой вот железкой. Это уже делал на шеф, заказывал специально для того, чтобы это... Вот это металл толстый, чтобы если при аварии или еще что-нибудь, или там, или штаблером, вот этим погрузчиком, если вдруг заедут, чтобы не это самое, ну, не порвали. Потому что вот этот вот бак, он алюминий, очень тонкий. Защиты нету здесь пластиковой. Ну, и вот, решили вот такую вот защиту сделать, да? По-моему, нормально. Я-то нахожу хорошо. Конечно, если бы была бы пластиковая обшивка, там, белым цветом, как положено, было бы, конечно, хорошо. Ну, а так тоже ничего. Ну, зато вот здесь вот, видите, какие ступеньки. Здесь они, это, встроенные в бак. Они, мне, наверное, все равно придется каждый раз буду возвращаться, наверное, к этому Рено сравнивать. Потому что оно еще свежее в этом воспоминаниях, да? Вроде недавно вот этот Рено был. И у Рено вот это вот было, пластмассовая вот эта, закрытая вот пластмассовая штука вот эта вот. Аптеку, как она называется по-русски. И там внутри вот эти лесенки были. Я вот наступал на нее, и она шаталась. Ну, пластмасс. А здесь, здесь стабильнее. Вот так вот. Вот это я хотел сказать. Так, давайте, как и вот здесь вот, да? Здесь у нас бачок с этой AdBlue. Как-то ее еще называют. Забыл. Вот. Ну, здесь, здесь, как и понятно, здесь вот кабеля. Вот это тормозной. Вот этот вот электрический. Вот этот вот за поворотник, за варийку, за габариты. А это вот белый, в этом случае здесь вот, желтый. Он за задний свет и за противотаманки задние. Ну, и тормозной, конечно, да? Подачу воздуха. Не тормозной этот, подачу воздуха красный. Ну, я бы, естественно, вон там вот. И вот специальная ниша, видите? Для всех это вот. Для всех шлангов вот сюда. Для всех, говорю. Для этого. Для всей фурнитуры, скажем, вот. Каждый подходящий вот это вот дырка. Вот. Здесь у нас антенна. Антенна, как обычно, в дафе сзади. Сейчас я залезу наверх, покажу еще. Вот что мне нравится. Вот здесь вот эти LED-лампы. Они очень яркие. Очень хорошие лампы. И очень ярко светит. Вот. Лестница. Лестница тоже идет в комплекте. Вот эти вот алюминиевые лестницы. Они в комплекте шли. Ну, и идут. Вот. Так, давайте-ка дальше. Если уже говорить про комплектацию. Вот эти вот, видите, вот сверху. Нормально должны были быть вот эти вот, знаете, вот эти ветровички. Шеф, когда машину заказывал, он заказывал с этими ветровиками. Но почему-то пришли без ветровиков. И до сих пор они идут. В общем, это самое. Они должны будут скоро прийти. Или, может быть, они уже есть, уже не знаю. Но, в общем, они потом это... Надо будет их тоже будет поставить. Потому что с ветровичками намного лучше. Потому что, как дождь, уже окошко даже не откроешь. Да? Вот. Что у нас с колесами? Сейчас у нас где-то примерно... Сейчас скажу. 130 тысяч. Нет, бру. Сейчас посмотрю. На данный момент у нас 134 тысячи пробега. Резина вот такая вот. Еще очень-очень даже хорошая. Сколько она прослужит, не знаю. Я думаю, что до 200 тысяч она протянет. Вот. Видите? Тут еще рисунок. Еще, дай бог, тут и ездить, и ездить еще. Видите? Ладно, давайте пойдемте вовнутрь. Так, ну, вот это вот машину. Машину поднимать, это стандартная. Это на большинстве машин такие, да? Вот. Ну, тут, естественно, вот включать. Вон, тут программировать. Можешь ее программировать. Нажимаешь, она полностью отпускается. Или полностью отпускается. Но у меня этого нет, потому что мне это не нужно. Да? Ну, вот здесь, естественно, поднимать машину. Здесь отпускать, естественно, да? Здесь фарниву. Здесь все. Вот эта штука изначально, она стояла вот здесь вот, с внутренней стороны. Она вот здесь вот дальше внутрь стояла. Видите? Тут еще один болтик. И вот здесь она двумя болтами крепилась. Сейчас стоит только на одном болте. Я притянул. Переставил ее для того, чтобы удобнее было дотягиваться. Потому что неудобно туда тянуться. И особенно, если, допустим, рукавицу ложить, да, куда-то. Вот сюда. Если дождя нету, рукавицу можно сюда ложить. А если дождь, то вот сюда. Или в ящик. Ну, в общем, если сюда рукавицу ложишь, потом она закрывается. И когда дверь закрыта, рукой неудобно туда тянуться, да? Да, в этом случае, да, левой рукой. Сюда неудобно, неудобно тянуться туда. Поэтому я ее сюда переставил. Мне кажется, так лучше. Да не кажется, я знаю, что так лучше. Так, сиденья. Сиденья, я должен сказать, сиденья очень хорошие. Сиденья очень и очень хорошие. Они очень мягкие. Материал хороший. И регулировок куча целая. Вот здесь вот переключается. Помедленнее и как бы интенсивнее, да? Нагревается и сидушка, и спинка тоже нагревается. Вот это вертикально, а вот это вверх-вниз поднимать больше. Ну, это, естественно, отпускать, да? Допустим, если когда вылазить или залазить. Она потом встает на то же место, на которое ты отрегулировал, да? Здесь, естественно, полностью, ты полностью комплект вперед-назад передвигаешь. Ну, да понятно. Здесь у нас вот такая вот еще штучка, которую нажимаешь. И она это, ну, мягче, жестче, да? Вот, чтобы она пружинила, вот так. Здесь у нас вот сидушка выдвигается. Вот этот, вот этот сидушка, она вперед-назад выдвигается. Удлиняется и укорачивается, да? Вот так. Вот по сидению еще, да? Вот еще есть такая вот регулировка. Вот он сам ремень. И ты можешь его здесь вот, нажимая сюда, немножко отпускать, немножко поднимать. Вот у нас еще с левой стороны. Вот с левой стороны, если мы сейчас уже находимся, оставимся здесь немножко, да? Здесь вот эта вот шторка, которая закрывается. Боковая шторка от солнца. Опускается довольно-таки низко. Практически зеркала закрывает, да? Если вот на таком уровне сидеть, вот как я. Ну, очень удобная и очень хорошая. Давайте продолжим такую традицию. Слева и направо, чтобы не забыть ничего, да? Так, ну что, здесь у нас открывание и закрывание двери. Это можешь как делать мануэль. Также можешь и делать этой кнопкой на панели. Здесь у нас регулировка зеркал, да? Вот это верхнее, вот это вот большое. Ну, ты и вот это вот для мертвого угла. Вот это вот нижнее, понятно. Здесь вправо, влево, вверх, вниз, да? Понятно. Здесь обогрев, обогрев стекол. Да? Ну, здесь, естественно, это автоматические подъемники стекол. Автоматические, говорю. Эти. Электрические, вот так вот. Ну, здесь практически все понятно, да? Здесь у нас габариты включаются. Не габариты, а стояночный свет, вот так. Естественно, фары. И это самое. Противотуманные огни включаешь, да? Спереди и сзади. Один щелчок делаешь вверх, ну, вытаскиваешь. Второй щелчок вытаскиваешь сзади. На прицепе противотуманки горят, да? Вот так. Вот это вот я сначала, когда вот еще в ноябре, когда только первую машину был, получил, я подумал, что это, это, ну, автоматический свет включать, да? Ну, как автоматик свет включается, выключается, да, вот это. Нет, а здесь это, оказывается, я потом уже попозже узнал, что это вот дневной свет, который, да? Если ты его так вот удерживаешь, и он тогда выключается. И потом у тебя на панели он его показывает, видите? Вот она вот эта вот, желтенькая. Это тогда вот этот стояночный, хочется сказать. Вот этот дневной свет, он выключается. Обратно делаем процедуру ту же самую, нажимаем, удерживаем. Все. Она сейчас включена. Так, вот у нас приборная доска, да? Здесь у нас, естественно, спидометр. Здесь вот снизу показывает этот, когда включенный круиз-контроль, показывает, с какой скоростью ты едешь, с какой скоростью машина тебе будет тормозить. И вот эти вот поперечные балки на удержании дистанции, да, скажем, вот так. Здесь, естественно, топливо и AdBlue. С правой стороны вот эта балочка, да? Так, вот это воздух. Здесь показывает, что надо долить этот омыватель. Омыватель стекол долить. Так, все уберем. Ну и здесь, в принципе, все самой практически все объясняется, да? Здесь эко ты можешь просмотреть, можешь выключить, можешь кое-что настроить. Вот, тренинг, допустим, компьютер тебе будет показывать, с каким процентом расхода ты едешь. И подсказывать, что надо делать. Ну вот, тренинг можно выключать, можно выключать, все. Так, здесь у нас информация по машине. Масло у нас почти максимум. Нормально, отлично все. Тут вот настройки. Тут вот можно выставить язык. Тут вот 30, по-моему, 36 языков, по-моему, здесь можно выбирать. И русский тоже есть. Видите? Кручу я все это делаю вот этим, естественно, вот этим джойстиком, да? Выбираю, нажимаю, подтверждаю. Выбираю, нажимаю. Назад, вернуться, выйти. С этой опции все вот это вот. Вернуться. Так, ну и внизу вот, естественно, время показывает часы, потом температуру вот это вот. Вот температура. Вот это телефон показывает, что вот есть балки, балки показывает, да, вот это, что есть связь. Ну, и это самый дневной пробег в километрах и общий пробег. Ну, это, естественно, тахо, вот этот тахометр, да, и температура, естественно. Ну и все. Так, здесь у нас омыватель стекол, да, сюда надавливать, надавливаешь, она тогда брыжет вода омывателя на стекло. Я этого сейчас делать не буду, потому что я стекло только что помыл. Будет сейчас потек и мокрое, будет некрасиво. И вот здесь вот, здесь у нас это сигнал, бибикалка. Давай-ка мы разочек нажмем, да? Понятно. Так, здесь у нас все идет на аудиосистему, громкость, потом переключение каналов, или, допустим, если USB, то переключение треков музыки, да? Ну, это телефон, естественно. И когда телефон у тебя активированный, так же самое ты вот этими перелистываешь, да, поиск, ну, номеров функции в телефоне, вот так. Вот. Так, руль. Что я по рулю могу сказать, да? Руль, эээ, руль мне нравится. Хороший. Он, хоть и не кожаный, но зато он, это, толстый. Это особенно удобно, если у людей длинные пальцы, да, вот как у меня, допустим. Я терпеть не могу, тонкие рули. А здесь нормально, здесь как раз оптимально. Нравится мне, как раз сам это нормально. Ну, так, сюда поехали дальше. Здесь у нас все для круиз-контроля, да? Так, это у нас выставлять, когда машина тормозит с горки, да? Допустим, там 60, 80 или 90, 92 выставляешь больше-меньше. Ну, и здесь, естественно, сам темпомат выставляешь, да, круиз-контроль. Во-первых, рычаг ретарда, да? Видите, рычаг, раз, так, раз, два, три, три, три положения. Здесь нажимаешь мануэль, автоматику, и экосистема, тут все можно выключать. Ну, и переключение, естественно, скоростей, да? Допустим, если на мануэль-то включил, и в этом-то можешь мануэль скоростя переключать. Вот так, раз, раз, вниз, вверх, вниз, вверх. Все. Ключ здесь, конечно, качественный, да? По сравнению, вот, какой вот был у Рено, ключ, конечно, очень хороший. И вот здесь вот эта штука очень толстая. То есть здесь ее нечаянно ногой толкнешь, допустим, да? Она уже тут не согнется. И та самая, и еще. Сейчас вам кое-что покажу. Говорил, зачем ключ так далеко туда сувать? Потому что очень неудобно, когда непривыкший ключ, да, он очень далеко там внутри находится. Его просто так не засунешь, а надо бы немножко так вот голову наклонять и смотреть, чтобы попадать. Знаете, я это самое. Я понял, зачем они так далеко его сделали. И считаю, и сейчас уже считаю, что это правильно. Это я, когда вот ездил на Рено, когда вот я ездил на Рено, ключ был практически вот здесь вот. И колонка была даже откинутая назад, да? Не назад, а туда вперед была откинута. Я вот залазил, садился и вот так вот коленкой ключ согнул на откинутой колонке. И теперь я понимаю, зачем ключ так далеко туда засовывает, да? Нормально. То есть ты его никак коленкой не достанешь. Видите? Ноги длинные у меня, а все равно не достаю. Так, ну а теперь я хочу рассказать то, что мне не нравится. Как они сделали. Допустим, ключ отставляешь, да? Ключ я вставил, да? Повернул. Ну, обычно, да? Зажигание включил. Вот я зажигание включаю. Машину я завожу. Машину завел. Ладно. Еду, 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 еду. Все. Встал. Машину заглушил. Все. Надо дальше ехать. Ага. Все. Включаю зажигание. Поворачиваю. Неа. Он не включается. То есть, надо опять его полностью выключить, полностью его обесточить, повернуть, а потом его опять только включать. Понимаете, в чем дело? Вот это немножко бесит. Когда вот так вот выключаешь зажигание, да, выскочил из кабины, заскакиваешь обратно, да? Хочешь его включить, да, машину. Цак. А она не идет. Не идет. Все. Поэтому вот эта штука вот немножко бесит. Но, но, но. Я не знаю, по истечении какого времени, она как-то разблокируется, да, и его можно опять этот самый включать. Я вот ни разу не было времени сидеть и засекать, чтобы через какое время он, допустим, отпускает, и его можно будет опять заводить. Да? Вот такая вот. Агитсон, конечно, замечательный все. По Германии, да? По Германии проблем не было у меня с ним. Все хорошо работает, все отлично. Но вот в Францию, с Францией я, конечно, намутился. Вот он город находит, индекс, задаешь, все нормально, а вот улицу не может найти. Я не знаю, в чем проблема, но не важно. В общем, я замучился был, когда во Франции ездил. Вот. Беда. УСБ можно подключать. И АУКС. АУКС тоже есть. Но они не здесь. Они находятся вот здесь вот ниже. Они находятся вот здесь вот. Вот здесь вот АУКС. Видно, да? И вот этот USB-стик. Да? Ну, этот стик, как его? Флешка. Флешка, да? Да, флешка. Окей. Управляется она все здесь, конечно. Здесь она вот все управляется. Звук, конечно... Переключать все это дело можно вот здесь. Здесь, как понимаете, громкость переставлять. Это понятно. Здесь треки переставлять. Здесь телефон. Это я уже показывал, да? Здесь все, что относится к этому круиз-контролю, да? Вот это вот. Так. Так, едем дальше, да? Так, что у нас здесь? Здесь две пустые коробки. Здесь можно и телефон, и авторучки выложить, как у меня вот, допустим, да? Здесь... Здесь у нас вентилятор, печки, да? Здесь направление, это понятно. Здесь ничего такого сложного нету. Потом... Ну, здесь вот горячий и холодный воздух, это понятно. Здесь ничего сложного нету. То есть здесь включается, в общем, кондиционер. Сама клима включается, активируется, да? Ну, это здесь вот включаешь обдув по салону. То есть, чтобы с улицы воздух не брал, а крутился вокруг, посреди салона, да? Так, здесь у нас антипробуксовочная система, да? Здесь у нас антиоткат активируется. Здесь у нас блокировка оси, да? Дифференциала. То есть, она вот с таким вот, как бы, предохранителем, потому что просто так, чтобы ты ее не включил, да? Нечаянно. Нажимаешь, вверх ее поднимаешь и включаешь. О, что-то щелкнуло. Вот. Отлично. Все. Ну, здесь аварийка, понятное дело. Да? Так, по управлениям. Что у нас тут еще? Здесь у нас выставлять на фарниву. То есть, если ты машину поднял или отпустил, здесь нажимаешь, оно у тебя становится в транспортное положение. Во! Вот это ассистент-полос. Отключать, включать, да? Это здесь можно включать этот очищение партикль-фильтр. Да? Включаешь его, он очищается. Или ты его нажимаешь и говорит, нет, еще не время. Все нормально. Здесь у нас экономный накат. Это когда, допустим, машина катится, да? Допустим, если машине не тяжело где-то сборки, она обороты с двигателя сбрасывает и тем самым экономит. Это вот расстояние устанавливает, да? Вот это distance control. Это регулирует расстояние до впереди идущего транспорта. Вот так. Не знаю, там 25 и, по-моему, 250 или 300 метров. Не знаю точно. Да? Здесь мы тогда сейчас пока слева мы тогда сюда перейдем. А что еще хотел сказать? Вот на рено, которое я вот три дня ездил, да? Вот делал обзор тоже. У него было радио вот здесь вот стояло. Вот как бы вот на этом месте вот стояло, да? И у него тоже было USB и AUX кабель. Но вот я вот как-то попробовал подключить этот AUX кабель и выглядело очень глупо. У тебя вот этот AUX кабель здесь вот торчит и тянется вот здесь вот тебе перед носом. Тоже как-то... Не знаю, это глупо вообще. Да? Ну, это... Тахогерет. Да? Это вы прекрасно знаете. Это вот Маут. Это оплачивается дорога. Да? Понятно. Здесь у нас рация простенькая такая. Ну, в принципе, работает и работает. Ладушки. Да? Здесь у нас микрофон от телефона. Ну, и здесь еще, конечно, давайте не забудем вот эту вот колоночку, да? Это звук. Звук хороший в радио и в магнитолы. Хороший. У него еще вот сзади, вот там вот сзади, там стоит сабвуфер. Он, в принципе, небольшой такой сабвуфер, но все равно хороший. Да? Все равно он это давит немножко, делает. Колеблит воздух, скажем так. Давайте, конечно, стаду двину. Вот он такой вот сабвуфер, он стоит сзади, вот за этим, за пассажирским сидением. Да? Так, здесь я маленько. Надо еще чуть-чуть почистить, еще чуть-чуть пыли есть. Так, ну, в принципе, это самое. Хорошо, там же сзади за ним ящик, да, пустой. Ну, не пустой, там лежат вещи, но все равно он даешь тоже такой, это самое, эффект. Давайте я сейчас попробую, сейчас немножко еще, ну, кручу вот этот вот басок. Навряд ли он передаст... Навряд ли он передаст вот эти вот басы, а все равно я попробую, да? Нет, он наверняка не передаст, конечно, но все равно, ладно. Вот так у нас тут вот, средний кокпит, в принципе, места, места очень много. Вот здесь у нас вздуховоды, понятно, да? Здесь у нас вот такой вот столик с таким вот резиновым поликом. Удобно тем, что, если, допустим, что-то разольется, да, кружка с чаем там, допустим, ну, бывает, да? Бывает, проливается. Очень, очень практично вот эта штука. Так, ну, и столик, естественно. Столик вот такой вот у нас. Тут я уже вырезал тут, чтобы ложечка не скользила. Но одно единственное, что мне в этом столике не нравится, да? Вот эти вот острые канты, этот уголочек вот этот вот, да? Вот не подумали, нет? Вот он вроде бы смотрится не очень остро. А на самом деле, если, допустим, если сюда попасть костяшкой, да? Это у меня частенько случалось. Я когда ночью ездил, да? Вот, допустим, здесь кружку поставишь и тянешь за кружкой, допустим, да? Вот, если хочешь кружку взять и вот так вот ударяешься, или вот этой стороной, или этой, очень больно, слышу. Очень больно. Вот этим, конечно, здесь она, не знаю, отломать тоже как-то нехорошо. Ну, вот такой вот косячок тут есть, конечно. Видите, он? Так, ну здесь у нас все понятно. Здесь у нас свет включается. И выключается. Ну, я вот тут заблокировал, конечно. Вот этой вот. Вот этой штукой я ее заблокировал. Можно вот так выключать. И она потом, свет не будет включаться, когда вот дверь открываешь или закрываешь, да? Днем, допустим, если тебе свет не нужен в кабине, можешь вот это выключить, чтобы он от тебя не включался, не выключался. Вот, так. Но здесь вот блокировка дверей, понятное дело, да? Там, видите, закрывать. Открывать, понятно, да? Открывать, ясно. Здесь вот стояночное отопление. Здесь обдув, понятно. Здесь вот пустые. Ну и вот здесь вот еще одна вот такая вот она вот. Только вот одна вот эта вот сверху загорает. Это как бы для... Для ночного освещения, там, допустим, да? Для пассажира, да? Вот так вот. Выключим я, чтобы она не нужна. Так, ну и здесь тоже, здесь тоже удобно вот эта оплага такая, тоже такое бы, я не знаю, это полочка или даже, может быть, даже столик. Тоже такой прорезинен. Тоже удобно. Очень тоже хорошая вещь. Ну, естественно, вот, то есть зарядка. Буксы на 12 вольт, на 5 ампер. И здесь вот 15 ампер на 24. Но здесь немножко не такой, здесь надо специальный, специальный туда штекер такой, но у меня тоже есть. Ну и еще одна вот такая вот букса есть для зарядки, USB-шная. Так, что у нас тут еще? Ну тут у нас подстаканники, да? Это понятно. Ключ наружи отдать, е-мое. В субботу работал, ключ забыл отдать. Так, и вот здесь вот можно вот так открывать. Здесь вот можно кружку побольше ставить, кружку, допустим, да? Или бутылочку. Видите? Вот такая вот мелочь, но нормально, приятно. Сверху я еще кое-что забыл. Это у нас вот здесь вот открывание и закрывание люка. Он у нас электрический. А вот эта вот штука у нас выдвигается и выдвигается руками, да? Здесь вот открывать и закрывать. Я же нажимаю, что он открывается. И, естественно, закрывается. Полностью не открывается, чтобы выдвигать или задвигать, да? Вот это вот здесь вот такая вот штука, она с этими, с решетками, видите? Чтобы вытягивал, допустим, воздух. Можно и вот люк открывать с закрытой вот этой вот штучкой. Так, ну здесь, здесь у нас ящики. Здесь один большой ящик. Здесь вот маленький. Можно закрывать на ключ. Допустим, если два человека работают, может, свои приватные захи, допустим, навигационный или еще что-нибудь там, да? Может быть, закрывать, если не доверяешь человеку. Ну, это самое. Ну, здесь, здесь все, что нужно вот для безопасности. Здесь лампы. Здесь еще лампы моргающие. Здесь вот ADR, Ausrüstung, да? Вот это вот. Здесь и треугольник, и аптечка, и все, 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 что нужно, допустим, да? Вот это все всегда здесь лежит. Вот. Так, ну здесь у нас, ну тоже ящики. А, кстати говоря, вот она, я вот нашел все-таки вот эту штуку. Вот эту штуку я все-таки нашел. Кто вот смотрел прошлую серию, ой, прошлую серию, три части, где я на Франции мучился, да? Вот я еще в конце. Я когда в конце уже был замотанный весь и хотел уже ехать по автобану и не нашел карточку, да? Мне вот карточки, в принципе, не надо было. Мне надо было вот эту вот штуку подсоединить. Но тогда я еще не знал, что она у меня есть. Я ее нашел только, когда уже рылся. Я вот спросил у людей, они говорят, что у тебя должна быть. Вот. Это вот такой вот транспордер, да? Транспондер, или как он называется, да? Вот. Его надо мне это самое приклеить на стекло. В следующий раз я, когда во Францию поеду, здесь вот такое вот крепление, она вот отсоединяется. Вот так вот, видите? Вот. Вот эта штука цепляется к этому. Липкая она очень. К стеклу и вот прикрепляется. Вот. Ну и, соответственно, кабель длинный. Не знаю. Наверное, метров 80. Это да, если штука бы, я бы ее, если бы я знал, что на меня было, я бы, я бы по ней поехал и по автобану, и скорее бы домой бы приехал. Так. Ну что, все. Это я тогда сейчас уберу. Так, ну что, переходим тогда плавника на правую сторону. С правой стороны у нас на полике тоже лежит вот такая вот, тряпочная, хочу сказать, или войлочная. Я не знаю, как она называется. Сейчас открою. Ну, видите. Вот тоже такой вот коврик. То есть, нет сейчас резиновых коврика, как, допустим, вот раньше поставляли, да? Вот раньше дав, у нас был, у него был резиновый коврик. На Scania тоже работал, тоже был резиновый коврик. И на Volvo я тоже работал, тоже был резиновый. А вот это вот новое. Они почему-то решили вот такие вот. В принципе, они мне нравятся. Если, допустим, за ними ухаживать, они будут все нормально с ними. Сиденька. Сиденье вот такое вот. Здесь, в отличие от с левой стороны, отходительской, здесь у них это, видите, такая вот, не тряпочная вот такая вот, а вот такая вот с резинки. Я не знаю, почему они это сделали сюда. Сэкономили, наверное, или что. Ну, самое главное, есть и есть, ладно. Видите, здесь вот, сейчас покажу. Здесь вот такая вот, видите, с материала. Она тоже марается, ее надо постоянно тоже. Я ее тоже пистолет дую, постоянно воздух сдуваю, чтобы на нее не накапливался этот самый пыль. Сиденье, в принципе, очень даже хорошее. Нету, конечно, регулировки на них вот такие вот, как вот на левой стороне, да? Она не регулируется. Ну, может быть, единственное, что вот это вот. Вот регулировка есть, да? Вот это ты откидываешь спинку, и все. Больше ничего такого нету здесь. Ну, она, в принципе, и хватает. Да, она все равно всегда пустая, эта сидушка. На ней никто не сидит. Вот. Ну, что еще? Все, тогда мы здесь практически уже дошли. Самое, все время забывая про пистолет, даже в комментариях люди пишут, спрашивают, зачем тебе воздушный пистолет, да? Воздушный пистолет – это очень-очень-очень хорошая вещь, да? Сейчас я его тащу. Она очень хорошая вещь. Они говорят, люди пишут, а зачем тебе воздушный пистолет, это же только, это, пыль гонять. Лучше пропылесосить или еще как-нибудь, да? Нет, конечно, спора нет. Пропылесосить – самая лучшая вещь, конечно, да? Хорошо. Ну, допустим, ты же не будешь что-то каждый через, каждый, не знаю, там, два часа там пылесосить или там каждый день, да? Это вот, в принципе, альтернатива очень хорошая. Допустим, ты когда куда-то приехал, да, или смену сдаешь, он, пожалуйста, он, видите, валяется, да? И вот дверь открытая, все, все вдул. Или, вон, по щелецу. Пересосом тоже ты не везде залезешь, да? Вот, допустим, в щели ты тоже не позаладишь. А вот этот вот пистолетом вот так вот прошелся, все хорошо. Или вот сиденье, да? Или, допустим, если вы когда-нибудь увидите вот здесь вот на этой вот такие полосы, да? Это значит, что-то пыль сдувал. Вот. В общем, пистолет очень хорошая вещь. Очень нужная. Я даже не знаю, как я без нее вообще обходился. Перейдем тогда, наверное, до спальника. Или я вот это еще забыл, вот эту вот шторку, да? Она вот так вот выдвигается. И там в углу вот там кнопочка есть. Ее надо обратно, короче, сейчас. Ой, Господи. И вот здесь вот ее обратно откидываешь. Все. Такая вот штука. Так, ну что, давайте тогда спальник, да? Спальника здесь два. Сейчас откину. Спальник очень широкий. Я вот тут с дома притащил вот такое вот одеяльце, чтобы матрас снова не замарать. И это... И застелил его. Но это лучше, чем целлофан. А то люди раньше работали, они так и этот целлофан не снимали с него. Вот. По самом деле удобно. Не очень мягкий и не очень твердый. Здесь у нас... Че у нас тут? Здесь у нас управление. Здесь единственное, что нет, здесь нет управления радио, допустим, да? Ну, в общем, вот такая вот лампа. Здесь она тебе нужна будет. Это она раз за того, что я тут выключил. А, вот. Ага, идет. Это я вот здесь вот выключил. На панели все. Ну, что у нас здесь? Здесь у нас вот включать в салоне свет, понятное дело. Здесь у нас люк открывается сверху, закрывается, да? Ну, здесь регулировка, в общем, этим стояночным отоплением. И вот еще вот такая вот полочка для мелочей. Очень даже хорошая. Допустим, если вот там спереди розетки не хватает, телефон заряжать, да? У меня еще там другое включено. Я вот сюда включаю. Тут тоже есть, можно заряжать, видите? Тоже есть розетка. Сюда подключил, сюда телефон положил, и он заряжается себе. Вот. Так, ну что еще? Так, второй. Второй спальник вот вон такой. Вот он откидывается. Вот так вот он фиксируется, видите? Крючком откидывается. И вот такая вот сеточка сразу выезжает. Так, вот эта резинка. Вот эту резинку я сам уже делал, сюда цеплял. И вот такой вот спальничек. Здесь у нас еще этот... Здесь у нас целлофан. Вот. И там вообще, по-моему, никто никогда не лежал еще. Да и у меня же сколько машин было, и эти вторые спальники мне практически не нужны. Так, ну а вот эту резинку я уже сам сделал, потому что она немножко... Когда вот этой нету, она туда, это... Вот так вот сюда дальше стоит. И она вот так вот тогда вот здесь вот... Шторка вот так вот висит. Ветром ее калыч, туда-сюда. Я вот эту резинку сделал, чтобы она это немножко дальше была. Так, ну вот так вот как-то. Так, закроем спальник опять. И все. Так, ну и вот такой вот еще ящик. Ящик очень вместительный, очень большой. То, что там внутри лежит, там барахло. Показать не буду. Ну, здесь... Здесь я должен был быть холодильник. Но холодильника нету. Потому что... Потому что мы на дальники не ездим. Поэтому нам и не нужен этот холодильник. Вот. Ездим он на дальники, поэтому он не нужен. Потому что мы ездим днем, вечером мы уже дома и... Вот так вот. Ну и вот еще вот подставка такая вот под большую бутылку или под термос. И вот такой вот еще ящик небольшой. Вот. Ну, что, все тогда, да? Что я еще, может быть, что-то забыл? Ну, так. А, ну здесь у нас... Здесь у нас вот стоит вот эта камера, которая вот... Ассистент полос, да? Он смотрит у него там камера с той стороны. И он это самое делает... Апштант. Как этот? Ну, смотрит, следит за расстоянием, да, впереди идущей машины, да? И за полосами следит. Это у нас штука для этого. Маут считает. Вот, деньги за автобан снимает. Вот. Вот так вот. Вот. Ну, а это вот такая штука. Это... То есть он через эту вот штуку можно все видеть. Где машина, с какой скорости едет, какой расход, короче, все-все-все-все информация по машине, которая есть, она вот все отсюда вот передается. Это вот такая вот... Вот. Ну, вы поняли, господи. GPS, в общем. Так, и еще. Коробка автоматическая. Тут нет никаких рычажков или что. Вот один вот такой вот переключатель, флажок такой, не знаю, как вот на стиральной машине, наверное. Коробка автоматическая, полностью автоматика, да? То есть тут ничего такого особенного нету. Вон, включаешь драйв. Короче, давайте за виду, посмотрите хотя бы. О! Видите, опять надо полностью выключать. Опять полностью выключать и потом только заводить. Не нажимая тормозов, ничего не надо делать. Просто его включаешь на драйв. Отпускаешь ручник. Видите? Отпускаешь ручник, давишь на газ. Чуть-чуть нажимаешь на газ. И машина начинает ехать. Да? Задняя скорость. Нейтралка, задняя скорость. Так же самое. Нажимаешь на газ. Чуть-чуть нажимаешь. Машина едет назад. Все. Ничего тут нету. Единственное, что еще можно рассказать. Не забывать ручник. Единственное, что вот еще вот эти вот черепашки. Это вот черепашка сама за себя говорит, что это медленная скорость, да? Допустим, задом сдавать нормально. Нечкин Нюгин. Жадать говорит на шпачок. Так. Еще раз. Карта памяти одна заполнилась. Сейчас переключилась на другую. Так. Ну вот, смотрите. Вот это вот медленно назад. Допустим, если вы к рампе подъезжаете, да? И чтобы машина не дергалась или быстро не подъезжала. Ну, в общем, медленно. Совсем потихонечку машина тогда будет ехать назад. Или бетинг свайза вот вперед, допустим, да? Если вы потихонечку-тихонечку хотите вперед двигаться, да? Черепашка, но сама за собой. И все. Здесь больше ничего нету. Здесь, в принципе, драйв включил, с ручника снял, газ нажал, поехал. Все. Больше ничего тут. Ничего не надо. Коробка полностью автоматическая. Все. Ну, что, ребятки? Вот такой вот получился обзор. Наверняка я что-то забыл вам показать или рассказать. Если что-то забыл, то это абсолютные мелочи, наверное. Ну, в общем, вы, в принципе, видели, да? Технические данные, конечно, двигателя и мотора я рассказывать не буду, потому что сейчас начну рассказывать, обязательно что-нибудь напутаю, и потом критики не оберешься. В общем, это все, в принципе, это все можно прочитать в интернете. Задаешь в гугл и смотришь там. Все-все-все написано очень подробно. Поэтому, если я это все буду рассказывать со своей дикцией, я вам, в общем, рассказал только то, что по комфорту в кабине, то, что тебе нужно для каждого дня. В общем, если понравилось, я буду рад. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok